Аврора Дайджест Хабаровский край бьет рекорды по финансированию соцконтрактов. Правительство Российской Федерации расширяет границы ТОР-Хабаровск. В краевой столице прошел фестиваль Арсеньев Лайф. В Хабаровском крае создали консорциум межвозовского кампуса. Амурск станет российским центром по производству металлического олова. Грипцы из региона стали победителями и призерами на первенстве Дальнего Востока. Сергей Лавров выступил на Генеральной Ассамблее ООН. ВСУ продолжает атаку на российские территории. В парламенте Канады поприветствовали бывшего бойца дивизии СС Галиция. В Ереване продолжаются акции в поддержку Нагорного Карабаха. Новости Хабаровского края На заседании Президиума правительства Хабаровского края, прошедшем под председательством губернатора Михаила Дегтярева, обсудили вопросы оказания адресной помощи гражданам, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Одним из инструментов для снижения бедности является социальный контракт. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, с 2021 года социальным контрактом на организацию собственного бизнеса воспользовались 2028 жителей региона. При этом около 70% запустили свое дело с нуля. На 2023 год на оказание государственной социальной помощи предусмотрено 427,6 миллиона рублей. Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении ТОР Хабаровск и ТОР Забайкалье. Помимо этого, территориям опережающего развития предоставят дополнительные средства из федерального бюджета. В ТОР Хабаровск включены 6 новых земельных участков. Расширение территории ТОРа позволит открыть индустриальный парк с производственной инфраструктурой. Новые объекты инфраструктуры будут созданы за счет государства и в Комсомольске-на-Амуре. Они предназначены для Центра развития производства региональной и беспилотной авиации. Благодаря этому общий объем финансирования на создание инфраструктуры ТОР Хабаровск составит больше 13 миллиардов рублей. Второй просветительский фестиваль «Арсеньев Лайф», организованный по инициативе губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева, прогремел в столице региона и собрал более 40 тысяч зрителей. В этом году мероприятие посвятили 150-летию со дня рождения двух великих русских музыкантов. Оперного певца Федора Шаляпина и композитора Сергея Рахманинова. Зрители также могли увидеть выступления этнических, хоровых и инструментальных коллективах региона, а также оценить классические произведения в исполнении оркестра штаба Военно-Восточного округа и Дальневосточного академического симфонического оркестра. В Хабаровском крае в Доме официальных приемов состоялось подписание соглашения о создании консорциума «Межвузовский кампус». Подписи под документом поставили представители краевого правительства и руководители шести ведущих вузов Хабаровска. Создав консорциум, вузы смогут более оперативно решать общие вопросы по развитию кампуса, разрабатывать уникальные междисциплинарные, образовательные, научные, креативные и технологические продукты. К 2027 году в Амурске Хабаровского края должен быть построен и введен в эксплуатацию новый металлургический комбинат по производству олова. Это будет первый подобный объект на постсоветском пространстве почти за 100 лет. Трехстороннее соглашение о новом масштабном производственном комплексе между правительством региона, Минпромторгом и Паурус Олова стало одним из первых важных для края документов на старте ВЭФ 2023 года. Как отметил глава региона Михаил Дегтярев, металлургический комбинат будет заполняться сырьем из нового правоурмейского месторождения Олова в Верхнем Буриинском районе и старого месторождения в районе поселков Солнечный и Горный. Третий источник груды расположен на Чукотке. Новые победы пополнили копилку спортивных достижений Хабаровского края. На этот раз отличились грибцы. Они успешно выступили на первенстве Дальнего Востока. Соревнования прошли в поселке Лозовой Приморского края. Спортсмены Хабаровского края показали свои навыки в гребле на байдарках и каное, взяв в общей сложности 21 награду разного достоинства. Новости России Вооруженные силы Украины продолжают наносить удары по территориям России. За минувшую неделю атакам подверглась Курская, Брянская, Тверская области, а также Крым и Севастополь. 22 сентября ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота. Всего в ходе отражения ракетной атаки средствами противовоздушной обороны было сбито 5 ракет. Как сообщил бывший офицер разведки корпуса морской пехоты США Скотт Риттер, представители НАТО помогли военным вооруженных сил Украины при подготовке ракетного удара. Новости мира Глава российского МИД Сергей Лавров выступил на Генеральной Ассамблее ООН с оценкой конфликта на Украине и рассказал об агрессивной политике Запада в мире. Главные заявления. США делают все, чтобы не допустить обретения палестинцами своему государству. Россия приветствует начавшийся процесс нормализации отношений между Сирией и Турцией и помогает ему вместе с Ираном. Россия встревожена над гнетанием США и их союзников в военной истерии вокруг Кореи, где американцы накапливают стратегический потенциал. Евросоюз сейчас навязывает свои посреднические услуги Азербайджану и Армении, привнося вместе с США дестабилизацию в регион Южного Кавказа. Российский миротворческий контингент будет всячески содействовать налаживанию мирной жизни в Нагорном Карабахе. США и их союзники должны отказаться от искусственного сдерживания перераспределения голосующих квот в Международном валютном фонде и Всемирном банке. Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в парламенте Канады поприветствовал бывшего бойца дивизии СС Галиция Ярослава Хунки. Под аплодисменты зала Хунки представили как борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны. В действительности же он оказался бывшим участником добровольческой дивизии СС Галичина, которая не только воевала против советских войск, но отметилась сверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков. Состояло подразделение преимущественно из украинских националистов. Ответственность за приглашение украинского националиста взял на себя спикер Палаты общин Энтони Ротта. Он заявил, что дополнительная информация, которая заставила пожалеть о принятом решении, стала известна ему позже. Он добавил, что не знал всех деталей биографии Хунки и приносит извинения коллегам. Посол России в Атаве Олег Степанов заявил, что потребует у Канады разъяснений. В Ереване продолжается бессрочный митинг. Участники протестов требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Протесты в Ереване не утихают с 19 сентября, когда Азербайджан начал антитеррористические мероприятия в Карабахе. 20 сентября власти непризнанной республики сообщили, что достигли договоренности о прекращении огня и полном разоружении. По данным властей Нагорного Карабаха, в результате обстрелов погибли не менее 200 человек. В Азербайджане также признали гибель пяти российских военных в результате обстрела с азербайджанской стороны. Российский миротворческий контингент продолжает выполнение задач на территории Нагорного Карабаха. Благодарим за просмотр! Следите за актуальными новостями по интересам в экосистеме телеграм-каналов Аврора Медиа. Редактор субтитров А.Семкин